Далгов Пилская-Далгова уже в первом круге вылетела из Лиги чемпионов, проиграв оба матча шведскому Эльцбургу. В этих играх шведами было забито в наши ворота 11 голов, мы смогли ответить лишь одним. Уже по первой встрече стало понятно, кто окажется во втором туре. На своем поле шведы сразу захватили лидерство, постоянно атаковали ворота Евгения Неругала. Но голкипер неплохо справлялся со своей задачей, пропустив лишь один гол. Второй тайм расставил все точки над «и». Игра завершилась со счетом 7-1 в пользу шведской команды. Игроки Далгова лишь в самом конце матча смогли найти брешь в воротах соперника. На 78-й минуте Ибрагима Лаликан Бабатунде с подачи Андрея Ковалева головой направляет мяч в ворота с тур Эльегора. Вторая игра на сей раз на поле стадиона Далгова шла по схожему сценарию. В первом тайме гости забили ворота Далгов Пилской команды один гол и три во втором. Игра завершилась со счетом 4-0 в пользу Эльцбурга. Я рад, что мы выиграли. Рад тому, что игроки не заработали желтые карточки. Мы прошли дальше. Могу сказать, что вторая игра нам далась легче, чем первая. Это позволило передохнуть основным игрокам перед вторым кругом. Матч в Латвии для нас уже ничего не решал. Далгове невозможно было отыграть забитые нами в Швеции голы. Мы готовимся к дальнейшим играм в Лиге чемпионов. Попали на Лиге. Были команды, которые могли бы мы с ними побиться на поле. Хоть мы просматривали, изучали соперника, но это все на бумаге было. Но по сумме двух игр показалось, что на данный момент мы очень и очень, пока, можно сказать, что намного ниже уровня, чем соперник у нас сегодня. Шведская команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Во втором круге Эльсбург ждут игры с шотландским селтиком. А наша команда готовится к следующим встречам латвийского чемпионата. В воскресенье 28 июля Далгово ждет домашний матч со Спартаком. Начало игры в 19 часов.